Спорт-Анзор Ну и, коль я уже заявил, тему закрытия сезона, мы с вами уже делали материал после того, как последняя спортивная пятница прошла, вы рассказывали, но вот теперь хотелось бы поподробнее, и так у нас завершилась целая серия летних проектов, ну не только летних, да, это шахматы для всех, это спортивная пятница, это из чисто летнего, ну и познай Хакасия, Хакасия он, конечно, еще, наверное, не совсем завершился, но тем не менее завершается Насколько вот эти три проекта действительно смогли привлечь новых людей к занятиям физической культуры и спортом? Да, ну эти проекты подразумевалось первое, там несколько таких задач медлинистрации, но прежде всего это диалог, диалог общественности, родителей, спортивной общественности, спортивной инфраструктуры, спортивных чиновников В этом отношении, с одной стороны, вроде да, но мне кажется, здесь пошли федерации, организаторы, пошли маленечко как бы узко и больше направили то, что уже есть и привлекли Вот здесь я не, здесь какая-то, есть над чем работать Второе, конечно, это популяризация вида спорта, вообще физической культуры Здесь тоже, мне кажется, ну и самое главное, вот я добавлю, это, конечно, объединение всех всевозможных Вот если вид спорта берем какой-то, то объединение частных структур, если это они занимаются, клубы всевозможные, федерации, муниципальные школы, государственные, если она есть И вот здесь тоже есть проблема, что, в принципе, даже привлечение где-то муниципальных рядом, вот здесь тоже есть проблема, и я думаю, что здесь надо работать А проблема в плане... В плане все равно коннекток такого не получилось, и это видно было, и с другой стороны, отрадно некоторые федерации, там, аэробики, того же бокса, некоторые виды восточных единоборств Мне было приятно, я видел, они даже несколько провели, там, две, или общались, я имею в виду, с другими федерациями и делали эти спортивные пятницы Поэтому есть над чем, но с другой стороны, более трех тысяч, в принципе, участников приняли, я вот говорю, только в спортивной пятнице Что касается шахмат, шахматы подразумевалось вообще, ну, во-первых, это почему она летом, и мы особенно, почему в июне открыли Это занятость детей, потому что не хватает все-таки лагерей загородных Да, по июню работали еще пришкольные площадки, и их очень отрадно, что сами пришкольные площадки участвовали в этом проекте Здесь, конечно, хотелось, чтобы те дети, которые, ну, особенно родители на работе, то утром они могли бы там в какое-то время приводить, обучать Потому что я считаю, что шахматы – это один из самых важных элементов, ну, я имею в виду, гармоничного развития И я считаю, что каждый ребенок должен иметь играть в шахматы, в шашки Не буду дальше в настольные игры переходить Город, топит, да, и так далее Ну, вот это один из элементов как раз, это в том числе и взаимодействие со старшим поколением, взаимодействие со сверстниками и в этом отношении То есть в июне еще был народ? Нет, был, но нет, в июле, в августе уже прям видно был спад, само собой Но я считаю, что в любом случае здесь и нам вопрос, как работать По вечерам были, я, кстати, хочу сказать, что старшее поколение, любители шахматы, это подхватили Это вот, нет, ну, по прошлому году еще ковид был, и, я думаю, забыли, и мне здесь очень понравилось И люди были до конца, и специально ходил, смотрел, один раз сам поиграл Но мне понравилось вот это Я считаю, что мы на верном пути, тем более на следующий год мы пытаемся, теперь будем пытаться внести плавание для всех И в нашей зоне отдыха, и делать специальные выгородки и бассейны И поэтому я думаю, что здесь поменьше, здесь полутора тысяч, если мы так по общему охвату взять Но это все равно, я считаю, что первый блин, он не совсем кому, поэтому есть над чем работать Что касается Познай Хакасию, здесь, конечно, проект такой масштабный И мы с ним зашли, в том числе, на федеральный конкурс Здесь есть и плюсы, но активность, мне кажется, это первое, самого населения И нас, слабая реклама, слабая, ну, я имею в виду, еще не проработанная наша автоматизированная система контроля и регистрации И здесь, конечно, нам надо будет работать, но и работать над трассами, прежде всего Все-таки, опять же, смотрим, есть, очень много в этом году говорили о туризме, да, о спортивных туризмах, о пеших маршрутах И другие регионы, очень много говорили о Алтае, о Дальнем Востоке, о Северном Кавказе Там, ну, прям, проекты вроде бы одни, что-то рядом, но вот какие подходы, как все это обустраивается, какая популярность, как это Поэтому в этом отношении, мне кажется, у нас есть в том числе и взаимодействовать и с нашим центром путешественников Я имею в виду путешествия, и здесь дорабатывать, но вот есть результаты, которые радуют Да, здесь тоже порядка, там, около трех тысяч, если взять, по всей республике Ну и, конечно, районы и так, как бы, слабые еще, я имею в виду, в финансовом плане И здесь, как бы, отвлечение средства, но, с другой стороны, были районы приятные, где прям и люди, и потом, самое главное, ходили и посещали эти трассы И уже есть люди, которые все трассы прошли, я надеюсь, что все-таки этот проект будет развиваться и, ну, получит другое, маленечко это Вопрос вот такой, спознавая Хакасия, я был на первом маршруте, когда открывали в апреле на Кюнтак И, судя по тому, что я потом читал в отзывах, люди как говорят Когда открытие, когда вот есть какое-то мероприятие, когда там экскурсовод, тогда идут охотно Когда все это переносится в другое место, сюда уже, и как-то вот одна и та же группа, она вот качует между этими объектами Да, 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 я почему говорю, что есть, нужны фишки На трассе нужны фишки Должны быть фотозоны, должны быть смотровые площадки, должны быть какие-то, что человек побывав, приехал к нему кто-то в гости или кто-то там не был Давайте сходим Вот должны быть вот такие вещи, запоминаешь Поэтому, да, Кюнтак это хорошие видовые, но пройдя там два-три раза уже потом Конечно А нужны какие-то вещи, в том числе и зоны отдыха какие-то, я имею в виду, пикниковые зоны должны быть, когда люди не ищут куда-то поехать, а приехали, взяли дрова те же самые, еще что-то В этом отношении оно должно быть, туризма, отдыха, общения, истории Конечно, история вообще обязательно Да, да Хорошо, так, ну то есть летом, в общем-то, ну, запустили несколько проектов и в целом начало положено Да, и самое главное, что не вызвало каких-то этих отрицательных сильных эмоций Да, есть именно такие рабочие моменты, на которыми работать, поэтому я считаю, что потихоньку-потихоньку нам надо будет Я думаю, что нам надо думать о таком прекрасном местах, и здесь есть туризм Я думаю о водном туризме, и в том числе Абакан, и Дрены, то, что я имею в виду река Абакан, и Дрены Может быть, и есть у нас уже центр водного туризма, но здесь нужно как бы усиливать наши все, я имею в виду возможности Я думаю, что у нас велосипед, нужно как-то его уже поднимать на другой уровень, и любительский, и профессиональный в том числе Поэтому здесь совместно, я надеюсь, проект на следующий год, но это коснется не только, я думаю, здесь и трассы, маунтибайка всевозможные могут Потому что не везде асфальт, а где-то, надеюсь, в этом направлении Поэтому вот в ближайшее время вот такие вот мероприятия, думаю, ну и плавание, которые я сказал Еще один проект в этом году тоже появился, он появился весной, правда, мы с вами уже подводили И в итоге это школьная спортивная лига, сейчас начинается второй сезон в октябре И сразу же вопрос к вам, который меня удивил На сайте Министерства физической культуры и спорта лежит релиз, в котором указано, что в первом сезоне приняли участие 24 тысячи человек Это совместе со спортивной митингой? Ну вот, честно скажу, вот я был на нескольких соревнованиях, 24 тысячи человек, но на мой взгляд это как-то перебор Может там, конечно, опечатка В каком плане, о чем хотел спросить? Вот второй сезон, уже внесены целый ряд изменений, видов спорта больше, и длится она будет там 7 или 8 месяцев И дошколят привлекаете Получится ли действительно задействовать всех школьников? Потому что, ну вот, исходя из того, что я видел, принимают участие в соревнованиях опять-таки дети, которые занимаются в спортивных школах профильных То есть, вот одни и те же ребята, они как, вот знаете, в 90-е годы боксеры, они и бегают, и прыгают за всех, и подтягиваются, и все на свете делают Вот сейчас такая же история была в прошлый сезон, на мой взгляд, по ряду особенно видов спорта она была Есть ли желание переломить эту ситуацию? Оно было изначально, и более того, здесь это же мероприятие двух ведомств И здесь, конечно, я не перекладываю на своих коллег, но, с другой стороны, наши отношения совместные и наши взгляды здесь должны быть одинаковые Что касается цифры, мы взяли в том числе и школьный этап, первый, первые Поэтому мы здесь сказали не о финале, а вообще и в том числе на первом этапе, который в школах Я здесь ряд, кстати, вот Абакан, я не скажу, он в среднячках оказался Есть районы, которые, ну, активность была выше В Аскийском районе была выше, в Таштыбском была выше, я имею в виду на первых этапах Ну, то, что было низкое во всех, и более того, мы ряд селекторных совещаний проводили И призывали, и более того, я пытался очень много работать именно с администрацией Потому что, ну, министерство общий посыл подает, а все-таки с администрацией районов Здесь тоже очень слабые были посылы, смотрели и в том числе даже выезжали Объясняли, что здесь как раз школьная спортивная лига подразумевает школьную программу Это основа основ, не надо сюда, почему мы там ряд видов спорта взяли Ну, или даже игры, которые просто дают общефестическое развитие И есть разочарование, но надеюсь, что на третий год мы все-таки выйдем о том Что это основа основ, во-первых, это возможность видеть Это вот, прежде всего, руководство районов, руководство школы Они как раз видят, как работают преподаватели физической культуры Им ничего не надо Они взяли протоколы первого этапа, посмотрели, какие должны быть И там ГТО сравнили, и видят, как работают преподаватели Это же в помощь, в том числе, для оценки работы, прежде всего Ну, есть такое ощущение, что, ну, и школы сами, ну, все-таки это часть системы Они опасаются, как раз, как вы говорите, посмотрят, скажут, ах, а плохо работаете Поэтому они ставят лучших Вот знаете, что у них там 10 человек в школе спортивной зимы Да, а здесь как раз мы подразумеваем, что почему взяты параллели Что соревнования между параллелами, по большому счету, подразумевают, что 90% школьников Должны участвовать в этом мероприятии, 90% Это, и в этом отношении, мы же сейчас же там есть у нас и для людей с ограниченными возможностями И мы этот раздел тоже сейчас вводим, в том числе, чтобы и среди них были соревнования Поэтому, по большому счету, это мероприятие, так или иначе, если человек там освобожден То он может сыграть, научиться играть в шахматы и сыграть в шахматы, в тубе, еще что-то Поэтому, по большому счету, всех школьников мы можем охватить Но я уж так абсолютно видно Это вопрос не только к вам, конечно, это еще к Министерству образования Я говорю, здесь вот, я вот хотел бы, чтобы мы вообще, мне кажется, настало время Не, кто встал там, того этапки, да, кто вперед встал А мне кажется, наоборот, сейчас время настало Вообще, ведомства и очень меньше должно быть разграничений Вообще, проекты сейчас везде в этом говорится И на уровне правительства Российской Федерации И на уровне, в принципе, и уже мы говорим на уровне правительства Республики Хакасия Говорим о том, что мы должны больше коннектироваться Больше делать совместных проектов, которые, в принципе, выигрывать должен человек, житель Это для нас самое важное И здесь, вот, мне кажется, разграничения там муниципальных каких-то этих Почему вот мы сейчас создаем центр национальной спортивной борьбы Здесь мы как раз, вся борьба должна быть в центре Все, 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 и здесь независимо Если мы только будем в республике, ничего не получится Мы как раз должны с муниципалитетами создать эту пирамиду А может быть, несколько пирамид под каждого тренера, который может готовить Под каждый вид спорта, пирамидки Но они должны, чтобы ни один ребенок у нас не потерялся Потому что, ну, сейчас еще сложное время Как вообще идет работа по созданию спортивных центров, раз уже заговорили? Тяжело? С футболом вообще сложно В понимании тяжело Здесь нужно уже, как бы, буду разговаривать с главой города о том, что просто Вот по хоккею тоже, в принципе, сложновато Мы вышли на финишную прямую Ну, пока юридической форме Это по национальной спортивной борьбе Здесь мы с 1 ноября он должен приступить юридически Уже устав подготовлен При школе, как бы, есть уже приказ по объединению в республике Ну, и подготовлены соглашения пока С муниципальными образованиями Я думаю, в ноябре мы их заключим В принципе, контроля и взаимодействия по тренерам и По тренерам и по детям Я имею в виду по спортсменам Следующий этап, я думаю, что возможно уже Переход, в том числе в каких-то муниципальных образованиях Полностью на финансирование центра Ну, это перспектива следующего там При последующем году У остальных пока тяжело Ну, да, нет понимания Нет ревностное там Какие-то Ну, понятно Это наши дети, это ваши дети Более того, боязнь Мы же, в принципе, анализируем Боязнь, в том числе, может быть, больших требований Потому что, ну, сейчас Вы же сами, наверное, уже понимаете Что началась борьба за ребенка Очень много платных Особенно по Абакану Это очень заметно И сплошь и рядом Группы недокомплектованы Детьми, спортсменами Очень слабый переход детей Ну, и детей мало Да, и все Борьба началась И в этом отношении В том числе Почему, как бы И не в пользу Зачастую Я имею в виду Государственных и муниципальных структур Частники уже выиграют Потому что они Как сказать Если ты заплатил То ты Ребенок будет ходить Да, и ты Ты, в принципе, выкладываешься А не ты Пришел на футбол На тренировку футбол Тебе бросили мяч И Не занимаясь ни общей физикой Ни тактикой Там, ни это Ну, вот опять же Показали Выезды наших ребятишек Система Вроде бы тоже На нашем уровне Это все вау А когда выехали Видели, что Любая замена Это не Не выпадает Из команды Это Любая замена Это в том числе Мотивация Что ты должен работать Любая замена В тех командах Которые Это вы про Вот ребят Сборных Касси Которые на Симоненовской Ну, я не согласуюсь Команда очень хорошо выступила На уровне Это Ну, конечно Со Спартаком Нет Я говорю, что В любом случае Здесь Но Если взять Академию Зенита Академию Спартака Краснодара Этих Локомотив Ну, все кто Количество детей Занимающих Количество тренеров У них работа Они меньше Чем все равно Взять Если в Хакасе Я имею ввиду Эффект Да Они берут лучших Но Если говорите По количеству Занимающих Количество тренеров То у нас даже и больше Получается занимать футбол И у нас выезжает Одна команда А они таких команд Могут выставить Вот Я вот Из этой точки зрения Что Вот Мы Должны Кажется Где-то не дорабатываем На ваш взгляд Где-то не дорабатываем В плане Тем более Да Звездочные То, что Сделали наши тренеры Они показали Во-первых Это Для меня Это была радость Что они показали Что они могут И потом Они же Я же здесь Я же здесь Это я выехал Посравнил С Россией А на Сибири Они выехали И в Краснояр И тогда Они поехали Там Понабивали Там И под десятку Там было Ну вот Видно было Что Точечная работа Ну и Таких вот Должно быть Ну пускай не таких Но рядом Что-то Ну мы ушли Немножко Тема Опять же Если говорить О взаимодействии Спортивных школ Точнее Сферы спорта И сферы образования Была у нас реформа Когда мы Спортивные школы Дружно строим Ушли из сферы образования Перестали быть Учреждениями Дуб образования Сейчас Насколько я понимаю Частично Это все возвращается назад Вот Объясните Зачем это делается Вообще Потому что У многих возникает вопрос Что туда-сюда Вот это вот идет Ну нет Ну я думаю Что Если внимательно Прочитать Закон гармонизации Знаменитый Который должен Ступить в силу С 1 января Да-да-да Здесь конечно Чуть-чуть Во-первых Закон этот Как раз Показывает о том И он возник Почему Потому что Тренеры Не стали получать Вот Основная причина Это Отпуска И стаж работы Но Когда Вроде казалось Это все просто Но Но получается Если Просто В сферу Физикской культуры Внести Тренер-преподаватель Тут же Возникает Тренер-преподаватель В системе образования Это лицензированное Учреждение У нас же Оно не лицензировано И поэтому Вот Само Никакой Вопроса Передачи Обратно Не идет Единственное Что Учреждения Физической культуры И спорта Должны быть Также Лицензированы И Пройти И вот В этом отношении Если Там Москва Там Столица Они занимаются В современных Спортивных комплекс То У нас Если мы начнем Говорить Даже Столица Город Абакан Если даже Возьмем Зал Единоборств Того же Я имею ввиду Школы В Абакане Там Зал Дзюдо Республиканской Школы Они Все Перестроенные Там Ну да Бывшие Кончегарки Там Еще Что И все Вот здесь Станет Камень Прекновения Получается Дети Занимались Придем Лицензировать И мы По безопасности Там Гаражи Рядом Стоят Даже Если Мы Пожарную Сигнализацию Там Еще Вентиляция Станет За Проблема Еще Что Вот И Здесь Вот Как раз Здесь Упрощалось С одной Стороны Что Главное Место Занятие А Сейчас Вот Тема Лицензирования Она Встанет Поэтому Вот Основная Задача Это Ну и Конечно Переаттестация Здесь Тоже Для Многих Особенно В муниципальных Образованиях Сидели Там Может быть Никто Особо Не трогал А сейчас Придется Все-таки Показать Результат Показать Что Вы делали И как Поэтому Вот В этом Направлении Но С другой Стороны Мне Кажется Здесь Если бы Все-таки Было Маленечко Как бы С бюджетами Попроще Я имею ввиду Чуть-чуть Хотя бы Не было Таких Задач Которые В том числе Сейчас Наверное Легче Было Проходить Здесь Вот Именно Связано Чуть-чуть С дополнительными Затратами Ну и Конечно Нужно Внести Законодательные Акты И поправки Которые Должны Вот Были Пройти Еще В сентябре Сейчас В связи С тем Что Государственная Дума Там Другие Вопросы Решала Надеюсь Что Все-таки Если Будет И мы Тогда Поймем Уже Окончательно Все То Что Было Этой Темы Коснулись Сейчас И в Новосибирске Я имею ввиду На форум Да И поэтому В этом отношении Будет Трудно Мы Даже В принципе Написали Письма Почти Большого Регионов О том Чтобы Все-таки Введение Этого Закона Отнесли Маленечко На поздний Срок Форум Опять же Коснулись Чему Оставляла Хакасия Что Мы Получили Благодаря Участию В этом Форуме Я Вот Здесь В этом Отношении Благодаря То Что Этот Форум Был Впервые За Уралом Большое Количество Была Возможность Поучаствовать И Я Большая Делегация Была Я Буквально Позавчера Собрал Всех Участников Делегации Мы Обсудили Потому Что Специально Просил Тех Чтобы Как можно Больше площадок Мы Охватили И В этом Отношении Чтобы Мы Потом Поделились Новыми Одно Много В том числе От моих Коллег Прежде всего Многие Были Впервые На таком Форуме Посмотрели Вообще Уровень Развития Физической Культуры Спорта Вообще В стране И Видов Спорта Да Опять же С той ситуацией Которой Сейчас В России Не приехали Большинство Руководителей Регионов Руководителей Федераций Всероссийских Но Даже Те площадки Которые Были И Они Были На Высоком Уровне Я хочу Сказать Что Очень Много Было Информации Ну Прежде Всего Мы Подписали Два Соглашения Я имею ввиду По корпоративному Спорту И По Компьютерному Нашли Понимание Потому Что Я Думаю Что Компьютерный Спорт Семимильными Шагами Идет И в этом отношении Мы должны быть В тренде Так сказать О чем соглашение Если не секрет О взаимодействии Оно такое Рамочное Но С другой стороны В том числе Оказание Помощи В методическом Плане Я имею ввиду И По Оснащению И по Проведению Мероприятий И Я честно Сказать Не ожидал Когда мы Начали обсуждать Стоимость Мероприятия А многие Не ожидают Я в том плане Это даже не призового фонда Призового фонда Они сказали Мы берем на себя Это да Да Но я даже В том числе И организация Поэтому В лобовую Так сказать Извиняюсь Не взять Даже Какой-то Там Зауральный Ну Давайте так Сколько Сибирь будет стоить Ну Около Десятки Около Десяти миллионов Да Десяти миллионов Поэтому Здесь Если выше Уже в 20 Если Какой-то Турнир Большой Это уже Поэтому Вот здесь Нужно Считать Думать И готовиться Чтобы Как можно Меньше Привлекать Потому что Если вот Браться вот сейчас То очень много Привезти придется А здесь Все-таки Оснащение Я в этом отношении Постепенно Постепенно Федерация зарегистрирована В федерации появились Первые результаты И я думаю Что мы сейчас И в том числе Поможем И при оснащении И при открытии Нашего шахматного клуба Мы в том числе Там подразумеваем В общем Форум для Хакасии Очень Я думаю Ну и самое еще одно Это очень много Говорилось О национальных видах О национальном Таком Колорите О национальной Такой Политике И в этом отношении Мне очень Импонирует То что сделано И как идет Башкирия Ну Татарстане Уже не говорят Давно Якутия давно Вот Бурятия Сейчас тоже Очень активно берется Я надеюсь Тыва В этом направлении идет Но Я надеюсь Что мы тоже Начали Но Мы не так активны И в этом отношении И здесь Наверное Общественным Организаторам Общественности Нужно Как бы Подхватывать И я в этом отношении Надеюсь Что у нас Все-таки Изменится Ситуация Не Как сказать Временных Таких проведений Каких-то событий А все-таки Такая планомерная Работа По Воспитанию Развитию Национальных Видоспорт Хорошо Ну Будем заканчивать Последний блок Предлагаю Строительство Спортивому Подвести Это тоже важная Часть летнего сезона Без этого никуда У нас сезон строительный Тоже заканчивается Мы уже говорили Это и факот Открылся В Абакане И так далее Что нового Может быть Какие-то проекты На следующий год Уже появились Вот кстати Факот Абаканский Это показатель Я считаю Я считаю Что Если Вот Таких факот Мы еще делаем Поставят нам До конца года В Алтайский район И в Шариповский район Я считаю Что Шариповский Или Ширинский О Ширинский Извиняюсь Извиняюсь Все извиняюсь Ширинский район И в этом отношении В ТУИМ Вот в этом отношении Вот показатель работы И в том числе И заведения туда Инструкторов И как Очень активно Сюда Влилась школа Вот Вторая половина Рабочего дня И я Очень много Под своих коллег С разных ведомств Просто От жителей Получаем Вот такое Вот просто Хорошие отклики О том Что Во-первых Выбранная площадка Микро-ион Доступность И в этом отношении Конечно Я думаю Что Нам надо В этом направлении Развиваться Единственное Сейчас Сложности С бюджетом Скорее всего Будет И посмотрим Что и как Если говорить Об умной площадке Что касается Остальных Особенно Спортно-норма жизни Здесь В принципе Мы все Более-менее В графике Да Мы выбились Из графика По Абакану Я не ожидал Честно сказать Но вот С конкурсными Процедурами Вот С заменой Но Сейчас По манежу Да Ну там Импортозамещение Все остальное Да Вот это Оказалось Сложности И Ну надеюсь Что все-таки Мы выйдем На 15 декабря Ну по крайней мере Сейчас Бригада Начала Готовит Я имею ввиду Условия Для укладки Уже покрытия А это основной Как бы Цель Ну и все Конкурсы Проведены Типа По большому Счету Только хронометраж Там осталось Надеюсь Что касается Других объектов У Сябакан Да Там тоже Есть выход Из графика Но у нас Есть маленький Люфт Потому что У нас Сдача В 23 Году И по большому Счету Те работы Которые Сейчас И сделаны Процедуры Согласования В том числе Там Панели Сэндвич Панели Которые Будут В принципе Лифтов Я имею ввиду Лифта Для инвалидов И все остальное Вроде все Согласование Есть Внесены Изменения В проект На сметную Я имею ввиду По обработке Там какие-то И Надеюсь Что все-таки Мы К декабрю Тепловой Контур Закроем И здесь Уже тогда Делочные Работы Внутри Вы помните У Сябакани Строим Спортивный Комплекс Большой Спортивный Зал С двумя Залами И Вершина Теи У нас Я имею ввиду Те федеральные Здесь тоже В принципе К 20 октября Мы должны Закрыть Тепловой Контур И начинать Уже Внутреннюю Работу Там тоже У нас В принципе Сдача Февраль Следующего Года Поэтому Взяли Для себя Поставили Что Все Основные Работы Закончили В декабре Что Касаясь Бассейна В Абазе Капитальный Ремонт Здесь Я хочу Сказать Что Мы Вышли В принципе На тот График Который Есть Уже Привезли Кафель Уже Все Единственное Да Был Приезд Главы Республики Туда И Посмотрели Там Дополнительные Работы Выявились Облицовка Стен Старой Кафель Здесь По поручению Главы Были Выделены Средства Мы Сейчас Дополняем Чуть Чуть Работами И Здесь Чуть Чуть Хотя Переговорить С подрядчиком Он Говорит Что Я Все Так Успею Поэтому Мы Для себя Ставим Сдачу К Новому Году Этот Объект Сдать По Укладке Футбольного Поля В Ташибе В Ачурах Мы В принципе Завершаем В Ташибе Уже Заработало В Ачурах Буквально На днях Открываемся Что касается Сорска Здесь Начинали С одной Начало Цепляться Цепляться Сейчас Буквально Заходит Бригада Делает Крышу Потому что Потекла Крыша Были Тоже По поручению Выделены Средства И Здесь Мы Делаем Крышу И В то же Время Попросили Подрядчиков Специалистов Из Красноярска Которые Делают Сейчас В бассейне Чтоб Они Сделали Оценку Ремонта Капитального Бассейна Сорский Потому что Комплекс Надо тоже Подходить Так вот Как мы Сделали В Абазе Поэтому Предстоит Такая Большая Работа Что касается Заканчиваем Проектирование Универсального Нашего Быстро Взводимого Спортивного Буквально Я думаю Что К концу Задержка Произошла Думали Раньше Получим Проект И у нас Три штуки Поставить Потому что Они Как раз Это Зачет Федеральных Денег И мы В принципе Защитились И здесь Вот По крайней мере В бюджете 23-24-25 Года Эти суммы Стоят И плюс Планировали Порядка 90 Но сейчас 84 миллиона И мы Там будем Все-таки На 24-й год Ставим Строительство Навиаторов Спортивного Зала И Подтверждается Все-таки Выделение Средств На строительство Ледового С 25-го года По Арбат По Абаканову Тоже Раз уж коснулись Факота Да Есть ли вариант Что на каких-то школах Уже просмотр Просматривается Или перспектива Что там Первая Были Были предложения От администрации Поэтому Ну Здесь я хочу Сказать Что Мы совместно Глава Республики Глава города Я Мы Делали Такую Прогулку Так сказать По площадкам И Сейчас мы Просчитываем Универсальные Такие площадки Но пока Без беговых Дорожных Футбольных Полей Но Глава Дала Поручение Мы сейчас Ее обсчитали Примерный Ну попроще Маленько То что В зоне отдыха Катурполь Но Во дворах И в том числе В городе Абакане Вот такие Площадки Перенажерные Делать Прямо во дворах Да Она стоимостью Будет Там В зависимости Опять же Будет Софинансирование От муниципалитетов Будем смотреть Но она Может быть Там Минимум От двух Миллионов А если Муниципалитет Изъявит Больше А может И частные Здесь я Думаю Что мы Частного государственного Партнерства Можем покрутить И поучаствовать В том числе В таких Малых проектах Которые будут На массовость Я хочу сказать Вот мы же Все таки Направили На частные государства Сегодня подводятся Итоги Будем знать Все таки По восстановлению Конного манежа Это тоже Один из проектов Частного государства Была Рассказывала И мы с вами Говорили Баскетбольные площадки В парке культуры Отдыха В парке Черногорской Стритбольной В одноустройство Парка заканчивается Вот именно Такие работы Вот следующий год Появятся ли там Эти площадки Или через Мы вот сейчас Будем смотреть Все таки Если у нас Как все таки Бюджет Все таки Есть сложности Я надеюсь Что если будет То однозначно Баскетбольные площадки Делать Потому что Если все таки Проект Мы продвигаем И Была встреча В том числе В рамках форума С делегацией Якутии Я имею ввиду По продвижению Проекта Дети Азии А это Одно из направлений Которые Мы должны В том числе Я имею ввиду Баскетбол Три на три И всевозможные Там Ну и Сейчас же Первая спартакиада Как уличных видов спорта Прошла в Казани Ну просто Она Я думаю Что нам тоже Хоть у нас Лето покороче Чем в Казани В любом случае Я думаю Что это тоже Одно из таких Интересных направлений Это я думаю Что нам надо Это делать Это популярно Среди молодежи Ну и последний вопрос ЦСКА открылся У нас в этом году Наконец-то Атлант Вот не так давно Ой Атлант Старт Да простите Давайте сейчас Открылся у нас Старт в этом году Ну и в целом Как бы официально Открылся весь спорткомплекс Который включает В себя там И поле И беговые дорожки И плоскостные сооружения Понятно Что сам по себе Объект хорош Там смогут заниматься Жители МПС Вот этого района Абакана То есть Ну какая-то работа Но вот Для министерства Для проведения Соревнований Может быть Тренировочного процесса Как Насколько Вот Минобороны Готовы идти На встречу ЦСКА Вы там присутствовали На открытии Разговаривали С Громовым Да Ну мы Я честно скажу Мы эту тему Обсуждали еще В прошлом году Ну да Мы ее обсуждаем Всем миром Я вот честно сказать Вот свершилось Называется Мы не могли Подписать соглашение И вот здесь Как раз В этом соглашении В том числе О проведении Мероприятий И в том числе Там У нас Не аренды Там А именно Возмещение коммунальных услуг Предусмотрено Потому что Два разных субъекта Во-первых Во-вторых У нас Все равно Было Как-то Взаимодействие Формирование сборной команды Вот Почему базовые виды спорта У нас Не шли Вот Зачеты И вот это Вот Поэтому сейчас Вся Вот это Как сказать Неразбериха Мы закончили Вот И вышли Вот На другой уровень Взаимоотношения С ЦСКА И я здесь вижу Ну никаких у нас проблем нет И в том числе И в том числе И по мероприятиям Я думаю Что к ноябрю месяцу Ой К январю месяцу Мы получим Лицензию Я имею ввиду Ну порядка Да Чтобы Включен был в реестр Спортивных объектов Более того Мы обсудили В том числе Такие праздники День физкультурники Не только Как этот объект А еще и воинскую часть Я имею ввиду Скалодром Ну там да Там футбольное поле Беговая дорожка Это тоже в принципе По определенным Ну как бы Разрешениям Участвую в том числе И в руководителе Воинской части Здесь тоже есть понимание И я надеюсь Что это будет очень Здесь уже и от нас В том числе Будет зависеть Как мы туда Тренерскими кадрами Как нагрузим Да 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 Ну что Спасибо большое Спасибо большое Что пришли Что рассказали нам Будем надеяться Что планы Получат свою реализацию Ну а То что уже построено Будет продолжать работать Так как работает Спасибо Спасибо вам Большой успех Мы на этом Программу Нашу тоже заканчиваем Уважаемые телезрители С вами был Антон Саванов Программа Спортонзор Увидимся ровно Через неделю Пока-пока